Вален, у тобой еще разговаривать надо, а? Заниматься сейчас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я вот хотел узнать, я магазин хочу открыть. Вот, как это сделать? Какие условия у вас? Сейчас я вас соединю с представителем, с менеджером. Скорее всего, Игорь Гнатов, менеджер. И вы с ним поговорите, хорошо? Представляйтесь, как мне вас, ИП, кто вы такой? Ну, Владимир меня зовут. Ну, там у меня есть несколько юрлиций, ИП есть, ООО, если надо. Главное понять, как надо. Ну, переключайтесь. Покупать, да, да, да. А, вы как партнер, вы хотите франшизу приобрести, да? Ну, ну, смотря какие условия. Чего-чего? Ну, вы партнеры, ты не работаешь. Пошла переключать, ну все. Я удовлетворил, мать. А, коллеги, я вот сразу скажу. Вот такие звуки ставить не надо. Слышите звук этот звук? Это звук 1992 года, по-моему. Аэрофас тут не будет. Музыку какую-нибудь поставьте интересную, желательно с бренда связанную. Алло, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста. Вас Игорь зовут, да? Да, все верно. Вот если я хочу франшизу открыть, то сколько нужно платить? Вот на каких условиях это можно сделать? Так, на каких условиях? Я чувствую падать запал, да? Еще один, а? За сколько их звонит-то, а? Угу. Помещение всего покупаемости где-то, не знаю, может быть, два с половиной. Моя вот роутер у нас отсутствует. Моя вот пошла лидер у нас отсутствует. Платежи отступают. Вот, так же есть различные у нас бонусы за выполнение условий. Угу. Вот. Что еще? Смотрите, более детально я вас могу подключить на менеджера, который у нас занимается непосредственно франшизой. Угу. Я вам подробно расскажу, а вы мне скажите, где находитеся территориально? Ну, я сам, у меня несколько регионов. Где-где? Везде Новгород. Да, но в целом я в основном в Нижневногорде. Нижневногорде. Понял вас. Ну, смотрите, удобно записать? Пишу. Угу. Да, телефон 8. Угу. Зовут Михаил. Михаил, понял. Нет Михаила в зале? Вот, подскажите, а вы вообще как бы обыль занимаетесь? Вот он хорошо, хотя вопрос уточняет, молодец, хотя пробует. Есть какой-то опыт удобно? Есть у меня опыт? Угу. Ну, средний такой вот опыт. Я скорее как хочу запустить, у меня просто знакомый этим занимается, и хорошо получается у них. Угу. Вот он. Так, а вот, Дмитрий, да, вот вы не могли еще свои контакты оставить? Только Владимир я представился, там перепутан, ничего страшного. Ой, Владимир, да. Да, так номер у вас определился, наверное. Нет, у меня, к сожалению, не определился, поэтому... Ага, ага, понял. Он хотя бы записывает, это хорошо делает, конечно же. 906. Это как раз самая симка, которая специально таким был сделан, который нет в гектаре. Да, Владимир, хорошо. Смотрите, то есть вы можете Михаилу дозвониться, да, по этому номеру, к которому она вот... Если какие-то вопросы будут касаемо опта, то вы можете мой номер записать. Ага, пишу, да. Записываете? Да. И, кстати, это вот хорошо делает. И в результате, в реале... Ага. В реале он должен Михаилу тоже написать сейчас сообщение, что звонил какой-то клиент. Если я не перезвоню, чтобы он перезвонил мне. Ага, понял. Потому что люди теряются. Конверсия вот здесь вот где-то процентов 15-20 точно теряются. По разным причинам. Рикер перезвонил. Я забыл, неправильно, цифру записал, не стал перезвонить. Ага, хорошо, понял. Вот. А что, заберите Михаилу, если что, я тоже передам ваш номер. Да, удобно? Да, нормально, нормально, да. Видите, он даже это проговорил. Если что, я передам номер. И это правильно. Спасибо вам за обращение. Ага, спасибо, хорошего дня. Да, все хорошо. Одно неправильное действие, только чуть-чуть одно неправильное. Что неправильное еще? Давайте поаплодируйте ему. Он старался. Он послушал своего. Он хотел... Лучше, чем Рикер. Я сказал, что он не заинтересован. Да, при этом давать недостатки его. Ну, то, что он не заинтересован, потому что, оказывается, не для меня звонок, а для... Ну, в углу. Сразу как раздохнул. Да, 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 в начале. Скажи, что он вообще... Блин, у тобой еще разговаривать надо, а? Заниматься сейчас. Друзья, вам нравится это видео? Если да, жмите лайки, конечно же, подписывайтесь. Но я про другое. И я хочу, чтобы ваши продажи были на высоте. Чтобы сверхпродажи на новом уровне, в моем новом обновленном курсе, помогали вам добиваться значимых изменений. Ведь что важно? Важно разобраться с собой, со стрессом, с мотивацией. А еще, конечно, систематизировать звонки, переговоры в мессенджерах, переговоры по рекомендациям, личные встречи. Разобраться с автоматизированными воронками. Как сделать так, чтобы автоматически продажи шли? Автоматически и с вашим ярким желанием. Так как продажи – это интересная интеллектуальная игра. Вот в таком формате системно вы можете прокачать свои навыки, чтобы добиваться большего. Поехали! Ссылка внизу. Якуба на ютубе, Якуба на ютубе.